Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаия Вавилонского. Обратимся к 44-й главе этой книги. Граница между 43-ми и 44-ми главами пролекла буквально прям посередине фразы. И непосредственно первая часть, первые 8, по крайней мере, стихов этой главы являются продолжением того, что было начато в 43-й. Так это обращение Бога к Израилю, и Господь здесь называет Иакова рабом Божьим. Все то же слово, которое переводится и как раб, и как отрак, как служитель, как раб мой Моисей. Раб мой Израиль, раб или отрак Господень Христос Мессия, о котором тоже как бы фоном идет речь вообще во всей этой книге Исаии Вавилонского и в данной главе тоже. «Слушай, Иаков раб мой, так говорит Господь, создавший тебя». Подытоживается призвание, призыв к Иакову, к Израилю быть народом Божьим и свидетелями правды Божьей. Быть свидетелями того, что нарушение Завета приводит к гибели и развалу, и разрухе. Свидетелями того, что Бог не бросает. Свидетелями того, что Бог заранее видит и делает, у него есть план. И свидетелями того, что Бог действительно выводит из рабства к свободе и к восстановлению, к возрождению. «Не бойся, раб мой Иаков». Вот, собственно, к чему призывает Господь народ, находящийся в плену и испуганный наступлением войск царя Кира II и всеми теми переменами в жизни, в структуре жизни, во всем, которые несет за собой персидская победа. Потому что, конечно, да, разрушая Вавилон, персы до основания сносят все социальные структуры и замещают их своими собственными. «Не бойся, раб мой Иаков». Потому что, конечно, любому народу будет в этой ситуации страшно, особенно народу малочисленному и, что немаловажно, невооруженному. «Я и залью воды на жаждущее, потоки на иссокшее». Ну, это поэзия, библейская поэзия, поэтому там одна и та же картина должна быть описана несколько раз разными словами. «Вот и залью воды на жаждущее, потоки на иссокшее». Так устроена поэтическая эта конструкция. И она же продолжается. «Излию дух мой на племя твое, благословение мое на потомков твоих». «Дух на племя Израиля, как вода, возрождающая иссокшую траву к жизни». «Как вода живая, которая увядшая, засохшая, возрождает, и благословение мое на потомков твоих». Значит, в данном контексте слово «излию дух мой» и «излию благословение мое» по поэтическим принципам оказываются синонимичными. Несколько не очень легко бывает, так скажем, несколько сложновато уложить это в наши догматические картинки. Ну вот, наверное, нужно это читать не как что-нибудь другое, а как действительно яркую художественную картину. Вот Бог дает жизнь, он дает дух, он дает благословение, мы еще пользуемся таким же невразумительным термином, как благодать. Вот то, что возрождает засохшее к жизни. Вот, собственно, почему раб мой Иаков призван не бояться. «Излию дух мой на племя твое, и будут расти между травой, как ивы при потопках вод». Один скажет «я Господень», другой назовется именем Иакова, иной напишет рукой свое «я Господень». И вот речь идет об исповедании, о том, что так или иначе каждый по-своему кто-то рукой напишет, кто-то вслух именем назовется именем Господнем или именем Иакова или именем Израиля. По-разному, не единым каким-то способом, все как один из детьми, как единственно верное учение, по-разному, но все исповедуют свою принадлежность Богу. Исповедуют, значит, признают. «Я Господень, я принадлежу Богу». Так говорит Господь Царь Израиль и Искупитель его Господь Цов. «Я первый, я последний, и кроме меня нет Бога». «Я первый, и я последний, кроме меня нет Бога». Тоже, да, откровение, догматическое утверждение, как и в предыдущей главе. Догматическое утверждение о единственности Бога. «Я первый, я последний». Ну, в общем, надо сказать, что Исаия Вавилонский и другие библейские авторы и боговдохновенные редакторы не дерзают пытаться там проникнуть взглядом в тайны внутренней, собственной природы Бога. Вот, для них гораздо важнее исповедовать то, что вот он один, и другого нету. «Я первый, я последний, и кроме меня нет Бога». Поэтому не бойтесь и не страшитесь. Поэтому не бойтесь. Если бы, ну так, условно скажем, богов было человек восемь, и один бы сказал, что вот там вы при мне, мои. Ну, а остальные, может быть, будут там сговариваться и вредить, влиять на судьбы мира. Но поскольку Бог реально один, и другого нет, никого, никаких других богов, значит, что бояться? Если мы ему принадлежим. Не бойтесь и не страшитесь. Вот для Исаия Вавилонского, как и для некоторых других его современников, важно осознать себя и помочь своему народу осознать себя. Вот в этом, в таком мире, где есть Бог, реальность жизни, истории, в которой Бог властвует, есть его обещание быть нашим ближайшим родственником, значит, искупителем. Ну, и вся остальная вот пена человеческой выдумки, которая не стоит внимания. Потому что в этом мире совершенно по-другому живется, чем если вокруг какие-то аравы, идолов бегают. Не бойтесь и не страшитесь. И вот вы, мои свидетели, есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни? Никакой не знаю. Нет другой твердыни? И вот никакой не знаю, то ли это сам Бог говорит, то ли это уже говорит Израиль. Далее следует некоторая прозаическая вставка, где говорится о делающих идолы. Делающие идолы все ничтожные, вожделеннейшие их не приносят никакой пользы. Парадоксально, но факт, в первом столетии в Римской империи христиан преследовали главным образом по обвинению в атеизме, за то, что мы атеисты. Ну да, атеисты. Кто же еще атеисты, как не христиане? Потому что мы не чтим вот эту всю глупость. И так было с самого начала. Делающие идолы все ничтожны. Вот нет этого ничего, не приносят никакой пользы эти самые идолы. Все участвующие в этих, как это называется, вот в этом идолопоклонстве, будут постыжены. Постыжены, то есть имеется в виду, что идолопоклонники в какой-то момент, в каком-то повороте истории скажут, ну и мы же идиоты, что поклонялись вот тому, чему не нужно поклоняться, или чего вообще не существует. И вот дальше, по-видимому, тоже довольно саркастично звучащий отрывок о том, как человек там нарубит себе дрова, на этих дровах вскипятит себе воду, испечет хлеб, а из остатков вытешит себе Бога. Из этого же делает Бога и поклоняется и повергается пред Ним. И по совести сказать, вполне уместный сарказм по отношению к крайним формам идолопоклонства как будто не видит разницы между языческой народной религиозностью, вот этот вот идол, все дела, и религиозно-философскими взглядами. Потому что язычество далеко не всегда вот такое примитивное, как здесь описано. Может быть, в Вавилоне все-таки именно с таким примитивным язычеством Израиль и столкнулся. Может быть. Хотя у окрестных народов уже зарождается нечто все же несколько более возвышенное, не более разумное, но более возвышенное. Там бесплотные боги и прочее, прочее. Одним словом, если не предвзято, положа руку на сердце, прочитать этот текст с 9 по, в общем, 20, то надо сказать, что не ко всякой форме язычества, как сказать, приложим тот градус сарказма, который свойственен авторам этого текста. Все-таки да, язычство бывает разное, не всегда такое примитивное. Но, тем не менее, Господь здесь говорит, что вот он вытесыл себе идол из своих же дров, сам ему молится и говорит, спаси меня, потому что ты Бог мой. И не понимает, не возьмет этого к сердцу своему. Нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, что половину я сжег в огне, на уголях испек хлеб и жарил мясо, а из остатка сделаю мерзость, буду поклоняться куску дерева. Не возьмет этого к сердцу. Нет у него столько знаний и смысла. Вот на самом деле сердцевин-то проблемы. Вот человека, который вот в этом поклонении ненастоящему множественным идолам, вот этому всему, он не знает, как устроена жизнь до такой глубины, до такого смысла, чтобы освободиться. Вот он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей. Ну, просто шокирующе, серьезные, важные слова. Бог говорит о том, что человек, который в это язычество так или иначе погрузился, он не может включить критическое мышление, не может сказать себе, не обман ли в правой руке моей, да, там, держа идола в правой руке. Не может сказать, а это вообще не глупости, ли, так ли это? И вот прямо со скорбью Бог говорит о человеке, который не в состоянии освободиться от заблуждения, освободить души своей и включить критическое мышление. И из этого, в общем, понятно, что само по себе такого рода мышление и свобода души от зашоренности и мыслей, и мозгов, да, смыслов от зашоренности – вещь для Бога важная. И вера-то для него, судя по этим словам Исаия Вавилонского, не столько в том, чтобы затвердить недоказуемое и, опять, зашоренно и слепо в это верить, сколько быть свободным для того, чтобы спросить себя, не обманут ли я. И если речь идет о настоящем Боге, убедиться и сказать себе, нет, не обманут, воистину ты Бог мой. Понимаете? Вот помни это, Иаков, «Израиль, не забывай меня, и тогда я изглажу беззаконие твои грехи, твои как облако». Вот тоже может быть один из важнейших таких моментов о свободе души и критическом мышлении. Дальше снова начинается гимн, начинается гимн «Торжествуйте небеса, потому что Господь сделал это, искупил Господь Иакова и прославился в Израиле». Вот то, что обещал Бог сделать, что мы должны были засвидетельствовать, в чем мы должны были засвидетельствовать реальность и единственность Бога, вот это произошло, «Искупил Господь Израиля». «Я» – это сделал, «Я Господь, искупивший тебя, «Я Господь, делающий ничтожными знания лжепророков, знания их делают глупостью», утверждают слово раба своего. То ли имеется в виду все же Израиль, то ли уже Мессия, трудно сказать, тем не менее, вот слово своего свидетеля Бог утверждает своими поступками. А дальше, опять, как неоднократно это происходит на протяжении этих глав, переменяется герой и образ, и «Я Господь, говорю о Кире, пастырь мою, он исполнит всю волю мою». Кир здесь Кир, Кир, не Мессия, царь персидский Кир Второй, выглядит тем, кого, ну, представлен человеком, о котором Бог говорит, вот он мой пастырь, он мои народы, упасет туда, куда мне надо. И он говорит Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Таким образом, вот следующий контрапункт в рассказе, это то, что не просто избавлен будет из плена, а отпущен Киром из плена народ Божий, но и Иерусалим будет восстановлен, и храм будет воздвигнут. Субтитры создавал DimaTorzok